Новости на ТНТ Установлена система видеонаблюдения В полиции подвели итоги уходящего года Какое место в криминальном рейтинге занимает наш город сегодня? Паркуюсь как хочу Мы вот тут находимся не менее 15 минут И машина все тут так и стоит Где в Березняках правила парковки нарушают особенно часто В президенты я пошел, пусть меня научат Каждый человек, если захочет, может пойти хоть в кого Кто из жителей нашего города готов замахнуться на самый высокий пост в стране? Об этом и не только смотрите в большом пятничном выпуске программы новости на ТНТ И начну выпуск хорошей новостью Березняки уже готовы раз и навсегда покинуть рейтинг самых криминальных городов Прикамья Уровень преступности снизился Об этом нашей съемочной группе рассказал главный полицейский города Олег Мизин 150 преступлений на 10 тысяч населений Это уровень преступности города Березняки По этим цифрам нас обогнала краевая столица и соседний Соликамск Даже по сравнению с прошлым годом в Березняках количество преступлений снизилось на 20% Подумать только, буквально 15 лет назад преступлений было в 4 раза больше Основные причины снижения это, конечно, я считаю, все-таки в первую очередь рост социально-экономических показателей в городе В этом году установлена система видеонаблюдения, 82 камеры Строятся скверы, освещаются улицы На первом месте в антитопе преступлений кражи Чаще всего воришки не прочь умукнуть телефоны На втором месте наркопреступления В этом году полицейские прикрыли три наркопритона А на третьем – мошенничество в интернете или с помощью сотовых телефонов Злодеи становятся все изощреннее и креативнее Прикидываются госслужащими и даже банкирами Помните, доверять подозрительным звонкам и сообщениям не стоит Не надо никаких личных данных давать по телефону Никогда Сейчас в преддверии Нового года блюстители порядка будут работать в особом режиме В планах спецмероприятия по выявлению суррогатного алкоголя И охрана общественных мест в дни массовых гуляний И чтобы в нашем городе уровень преступности стал еще меньше Полицейские приглашают заинтересованных березняковцев на службу Нам нужны граждане с активной жизненной позицией Крепким здоровьем, физически развитые, трудолюбивые, честные И люди с огромным желанием сделать наш город лучше Сделать город лучше и безопаснее может каждый Главное не быть равнодушным к тому, что происходит на наших улицах Александра Зеленина, Дмитрий Воронушкин, Новости на ТНТ Продолжу тему Чаще всего березняковцев обманывают продавцы мебели, бытовой техники и агенты страховых компаний Именно с подобными жалобами люди постоянно обращаются в прокуратуру В центральной городской библиотеке правозащитники с представителями отдела по правам потребителей Учили граждан отстаивать свои права Без нервов и руганий учитесь железным спокойствием Подкреплять все случаи несправедливости в письменной форме Советовали всем во время приема сотрудники прокуратуры и защитники прав потребителей Активность граждан на таких встречах, надо сказать, всегда хорошая Чаще всего люди жалуются на продавцов мебели, которые сильно затягивают с поставкой товара И уже гораздо реже на некачественную бытовую технику Этого молодого человека обидели в страховой компании Навязывание допов продолжает выводить горожан из себя Но ни фамилии сотрудника, ни письменные жалобы мужчина не предоставил Вы можете написать в Центробанк России, поскольку он выдает лицензии на осуществление деятельности по САГО, страховой компании Кроме страховых компаний, березняковцам частенько мотают нервы нерадивые установщики окон, дверей А также продавцы некачественной обуви Чаще стали жаловаться и на косметологические салоны Наращивание ресниц, ногтей и оформление бровей Для некоторых представительниц прекрасной половины закончились долгим лечением на больничной койке Одним словом, суть подобных встреч, которые происходят раз в квартал Помочь гражданам разобраться в законах и научить отстаивать свои права Благодаря вот этим встречам очень многие предприниматели и частники начинают задумываться о том, что все потребители как-то начали более грамотно относиться к своим правам и, соответственно, использовать их на практике Евгения Кокшарова, Степан Некрасов, новости на ТНТ Парковка в наглое Ежедневно десятки автолюбителей ставят свои машины под знаками «Остановка запрещена» Руководство одного из предприятий города попросило инспекторов ДПС навести порядок на своей стоянке Сергей Каленик вышел в рейд с дорожными полицейскими Это Ирина. Она каждый день поставляет продукты для киоска. Он стоит рядом с центральной проходной. Правда, вот незадача. Парковаться здесь нельзя Поставщику Ирине выписывают штраф. В последнее время рейды в этом месте проходят чуть ли не каждую неделю. Тем не менее нарушителей предостаточно. Автовладельцы говорят, нарушать не хотят, но выхода нет. Ведь мест не хватает. Получается замкнутый круг От руководства АВИСМЫ в отдел ГИБДД поступили неоднократные жалобы, что автомобили, то есть работники АВИСМЫ, паркуют свои автомобили под знак «Остановка запрещена», а также на автобусных остановках Эвакуатор забирает машины автовладельцев, которые не успели выбежать и переставить авто в положенное место Во время смены сотрудникам предприятия запрещено покидать свои рабочие места Наверняка вечером они очень удивятся, когда они обнаружат свой автомобиль Только без паники. В полиции обязательно расскажут, на какую именно штрафстоянку увезли машину Правда, хозяину придется раскошелиться, чтобы забрать автомобиль А лучше всего быть внимательным и не нарушать правила дорожного движения Это того не стоит Сергей Коленик, Станислав Атаманов. Новости на ТНТ Где на Руси жить хорошо? Этот вопрос можно отнести к разряду риторических Однако жители микрорайона Любимов могут ответить на него уже сейчас Ведь они знают, что хорошо жить там, где есть понимание с управляющей компанией Проверить давление холодной воды, отрегулировать температуру подачи тепла в квартиры Каждое утро главного инженера Ивана Фоменко начинается с обхода важных объектов Сейчас он в подвале дома номер 11 на Прикамской Это одна из новостроек Любимова Чтобы управлять умным домом и разбираться во всех измерительных приборах и аппаратах Нужно иметь специальные технические знания и, разумеется, опыт Кстати, ранее Иван сам работал в Центре строительного контроля И следил за ходом стройки В любом случае отслуживать нужно все Если думать, что это все новое и все оно такое само по себе красивое Нет, работа есть работа То есть в любом случае, чтобы все это работало долгие-долгие годы Необходимо постоянно следить за всем и соблюдать режим планово-предупредительного ремонта Это очень важный момент Сегодня перед управляющей компанией стоит серьезная задача Обеспечить качество проживания в новых квартирах Снабжая всеми необходимыми ресурсами И при этом главный инженер поддерживает доверительные отношения с жильцами Алло, Ка Любимов, здравствуйте В офисе компании Любимов телефон почти не умолкает Новоселов интересует многое Например, где получить ключи или как прописаться Все заявки фиксируются в журнале Ни один звонок не остается без внимания Была заявка по Прикамске 11, 112, течь смесителя Сейчас проверю Алло, Володя Заявка Прикамске 11, квартира 112 Надо сходить и проверить Офис компании расположен буквально в трех минутах от жилых домов А техническая служба в составе слесарей и электриков и вовсе расположена в новостройках Поэтому в любой ситуации можно быть уверенными, что помощь придет незамедлительно. Почти весь штат сотрудников живет в микрорайоне. Это позволяет всегда быть в курсе событий. Ну а главного инженера компании Ивана Фоменко многие знают лично. Останавливают на улице и даже приглашают в гости на чай и вкусные вареники. Как это сделала Любовь Нечаева. Она переехала в Любимов больше года. На этапе переселения было много вопросов, разрешить которые помогли в том числе и специалисты управляющей компании. Ну здесь нам больше нравится. Кухня, посмотрите какая шикарная кухня. Мы даже не мечтали о такой кухне. Такие доверительные отношения управляющей компании почти с каждым жильцом. Они как большая семья, где все друг друга знают и помогают. У нас в планах выполнить комплекс мероприятий по установлению виброакустических датчиков движения на электричество. То есть в помещениях МОП и лечебных клетках для снижения общедомовых нужд за электричество. Планы управляющей компании грандиозные. Следующей весной они посадят здесь деревья. А уже на днях управдомы поработают Дед Морозами. И в каждом дворе поставят зеленые елочки. Чтобы встречать Новый год в микрорайоне было еще уютнее. Екатерина Кравцова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Прикамье стало ближе к морскому побережью. Сейчас время нашей постоянной рубрики. Новости коротко. И я передаю слово Елене Сухановой. Авиасообщение Пермь-Крым станет ежедневным. Уже этим летом, а точнее со 2 июня, Пермь-Симферополь свяжут регулярные авиарейсы. Время в пути в среднем 3 часа 30 минут. Полеты этим летом будут осуществлять сразу 5 авиакомпаний. На авиарейс Пермь-Симферополь-Пермь предельный спецтариф на одного человека в одном направлении составит 3500 рублей. Стоимость билета по субсидированному тарифу 2800. В следующем году в Березняках отремонтируют более 180 домов по программе капремонта. Жителям нужно определиться с видами работ и выбором подрядчика. Для этого на сайте фонда капремонта опубликовали предложение по каждому дому, где указаны виды и стоимость работ. К слову, в 2018 году в Пермском крае капитальный ремонт должны провести более чем в 1100 домах. В Березняках на период новогодних праздников вводится особый противопожарный режим. Действовать он будет с 30 декабря по 20 января. На этот период в режим повышенной готовности переходят все коммунальные и аварийно-спасательные службы города. Сейчас в ЕДДС формируется график дежурств ответственных лиц на период праздников. Напомним, в прошлом году за новогодние и рождественские праздники в Прикамье произошел 71 пожар, в которых три человека погибли и девять пострадали. Будьте осторожны, пусть новогодние каникулы пройдут без происшествий. Новости коротко подготовила Елена Суханова. Новости на ТНТ. К новостям политики. Накануне президент России Владимир Путин провел традиционную большую пресс-конференцию для российских и иностранных журналистов. В числе других вопросов обсуждались и предстоящие в следующем году президентские выборы. Владимир Путин заявил, что будет баллотироваться в качестве самовыдвиженца. На вопрос о наличии сильных политических оппонентов ответил просто. Не самому же мне воспитывать конкурентов. Мы решили выяснить, есть ли в Березниках желающие занять пост главы государства. Вот почему вы не баллотируетесь президентом? Ума не хватает, наверное. То есть для этого нужен ум? Ну а как? Ум? Только ум. Понятно. Вы? Ответственность большая, чтобы перед страной стоять, перед такой державой. Баллотироваться? Во-первых, нет 18-ти. Это во-первых. В следующем году еще не будет? Будет. Только смысл мне идти. В принципе, у меня есть учеба. Мне это не надо. А, то есть вам просто некогда? Нет. Я? Ну, во-первых, у меня образования недостаточно. И вообще живу я в провинции. Причин очень много. Кучу могу называть причин по этому поводу. А вы могли бы? Нет. Это не мое. Потому что я слишком старый. Мне уже восьмой десяток. Молодой человек. А президента только молодые могут? Ну, я имею в виду до 60-65 больше уже хватит. Возраст уже не тот. И голова не так соображает. Понятно. То есть не пойдете баллотироваться в президент? Нет, не пойдем. Возможно, что да, в принципе. То есть вы можете пойти в президент? Чисто теоретически, каждый человек, если захочет, может пойти хоть в кого. И стать хоть кем. Это вопрос желания. И вопрос, как бы, ну, постановки цели и достижения этой цели. Новый год к нам мчится. Поэтому встречать 2018-й надо ярко, чтобы размах праздника видно было издалека. Так что уже пора задуматься о выборе фейерверка, пока разноцветные салюты в ажиотаже не смели с витрин. Евгения Кокшарова сегодня запаслась к празднику. Во все времена цветные вспышки в ночном небе вызывали небывалый восторг. Очень любил фейерверки Петр Первый. Огненное шоу по случаю наступления 18 века длилось целую неделю. В 21 веке королевские развлечения стали доступны каждому. Зайдите в магазин фейерверков. Все эти фантастические огненные цветы прячутся в нарядных коробочках. Перед Новым годом производители предлагают множество салютов. Вот, например, такой семейный вариант 16 залпов. Хит-продаж «Фейерверк люблю» с помощью искрящегося понтана и огненных букв вы можете выразить самые нежные чувства к своей второй половинке. И, конечно, король салютов. Вот такая тяжеленная батарея на 28 залпов сделает ваш праздник незабываемым. Правда, чтобы не испортить праздник, нужно покупать только качественный фейерверк от проверенного производителя. Обязательно обращать внимание на срок годности и запрашивать сертификаты качества у продавца. Во-первых, продавец-консультант должен правильно объяснить изделие, которое он продает. То есть, как его надо установить, как правильно поджечь, на какое расстояние нужно отойти. Фейерверк – это, конечно, красиво, но правильно установленный фейерверк – это еще и безопасно. И, конечно, ни одно торжество не обойдется без бенгальских огней. В дополнение приобретайте и цветопламенные фонтаны, которые можно использовать и в комнате. Магазин «Фиеста» предлагает все, что украсит ваш праздник. Фейерверки, римские свечи, огненные фонтаны. А в дополнение яркие аксессуары к празднику. Не знаете, что подарить близкому человеку? И тут «Фиеста» поможет. Витрины, как диковинный музей сувениров со всего мира. И любой можно купить. Покупайте фейерверки и участвуйте в розыгрыше. Главные призы – сертификат от «Фиесты» на 15 тысяч рублей. Батарея салютов на 150 залпов и ужин на двоих в ресторане «Арбат». А мы к Новому году уже готовы. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Кровавый спорт. В Березняках прошел турнир по панкратиону. Около ста спортсменов со всего края показали техничные приемы. От некоторых ударов борцы даже терялись в пространстве. Сергей Калиник продолжит. Панкратион – древнее единоборство. Еще в 648 году до нашей эры спортсмены на Олимпийских играх сражались до последнего. Напоминал это бои без правил. Сегодня панкратион стал помягче, но бойцы все так же вправе бить лежачего. Березняков! После серии мощнейших ударов судья засчитывает нокдаун. Победа присуждается березняковцу Виталию Смирнову. Бои действительно на грани. Данил Шевченко воспользовался удушающим приемом и победил всего спустя полминуты. Боялся перед боем. Ну просто внутри страх какой-то. Не знаю к чему это. Просто страх. Преодолел выше, победил все. Турнир проходит в Березняках уже третий раз. И видно рост парней с года в год. Приятно, что спорт развивается, что к нам приезжают гости в другие города Пермского края. То есть, ну, Березняки, скорее всего, традиционно займет первое командное место. По итогам из девяти команд участников лучшими стали курсанты каскада. Бойцы из Пермского Будда-центра взяли серебро. И клуб «Единоборец» из соседнего Соликамска замкнул тройку призеров. Сергей Коленик, Лев Соборов. Новости на ТНТ. Да, посмотрев этот сюжет, понимаешь, быть сильным и духом, и телом можно только оставаясь в прекрасной физической форме. А то, как мы выглядим, напрямую зависит от того, что мы едим. Следующий сюжет о продуктах, без которых не обходится обед чемпиона. Пришел мне вот с одной рыбкой, с непростой рыбкой, золотой. Неплохо бы было перед Новым годом поймать золотую рыбку. Наверняка вы бы пожелали здоровья для всей своей семьи. Однако это желание можно исполнить самим, выбирая правильные продукты. Например, камчатскую рыбу. Рыба из этого экологически чистого уголка России ценится во всем мире. Регулярно добавляем ее в свой рацион, и первый шаг к медвежьему здоровью сделан. Благо, камчатские дары завезли в наш город в изобилии. Эта золотая рыбка выполняет не три, а всего одно желание. Зато с ней в Новый год у разбитого корыта вы точно не останетесь. Как всегда у нас огромный ассортимент рыбы. Как холодного, так и горячее копчение. Чавычи, белорыбица, зубатка, палтус, омус, муксун. Ну, конечно же, самая вкусная, самая жирная, самая сытная – это наша красавица Чавыча. Белорыбица, Чавыча и другая рыба доставляются в Пермь прямиком с Дальнего Востока. В краевой столице ее коптят по старинной технологии, только в печах. На опилках вишни, ольхи и яблони. Отсюда и такой нежнейший вкус. Дело в праздник уйдет. Нужно хоть раз, два в год нормальной рыбки попробовать. Вкус хороший. Вот раз даже скондрию брала, она и в холодильнике долго лежит. Неделю, наверное, если не больше, и нормально копчение вкусно пахнет и вкусно приготовлено. Говорят, каждый, кто побывает на Камчатке, должен съесть ложку икры. Ну все, я на Камчатку. Икра Чавыча – то еще объедение. На новогоднем столе закуски с икрой символизируют сытую, безбедную жизнь в наступающем году. Кстати, хранится в холодильнике она может целый месяц. Так что еще и на новогодние каникулы хватит. На ярмарке «Рыбак Камчатки» на всю продукцию имеются сертификаты качества и протоколы лабораторных исследований. Успевайте. Ярмарка «Рыбак Камчатки» работает до 17 декабря. Расположилась она во дворце имени Ленина. У вас еще есть время устроить своим близким настоящий гастрономический праздник. Евгения Кокшарова, Лев Сабуров. Новости на ТНТ. Как провести предстоящие выходные? Этим вопросом, пожалуй, задается каждый березняковец. Лежать на диване или просиживать штаны у компьютера – не лучшая идея. Лень в сторону. Александра Зеленина знает отличную альтернативу компьютерным играм для любителей активного отдыха. «Три, два, один, приехали!» Полное погружение в атмосферу перестрелки, живые яркие эмоции, аж дух захватывает. Это страйкбол – реалистичная командная военно-спортивная игра. Из дула пистолета вылетают пластиковые шарики калибром 6 мм. При попадании весьма ощутимо. Поэтому амуниция должна быть полная – маски и защитные костюмы. Вот уж где можно по-настоящему снять напряжение и почувствовать себя героем крутого экшена. Это прежде всего адреналин. То есть, когда начинаешь с противником перестреливаться, кровь начинает кипеть, бурлить. То есть, не передать. Для людей нежных иронимок, как, например, я, лучше попробовать, что такое арчерит. Так, это лучная стрельба. Я, кстати, стрелец по гороскопу, поэтому стрельба и звука должна быть у меня в крови. Степа, снимал бы лучше, стреляй. Луки-стрелы – настоящие, правда, с мягким наконечником для безопасности. При попадании в человека стрелы не оставляют синяков. Научиться стрельбе из лука очень легко. Буквально несколько минут нехитрых упражнений, и вы почувствуете себя настоящим лучником из Средневековья. И 100% безболезненная забава для нежных натур. Лазертак – это оружие, полностью копирующее боевое, специальные датчики на повязке и невидимые лучи. При попадании в цель датчики вибрируют, давая понять, что вы выбыли из игры. Интересно, спортивно и абсолютно не больно. Лазертак абсолютно безопасен, потому что по сравнению с другими видами аналогичных игр у нас нет шариков, которые причиняют болевые ощущения. Возраст, от которого можно играть от 7 лет, чтобы дети уже немножко понимали, чтобы быстрее вникали. Клуб тактических игр «Портал» предлагает атмосферу настоящего сражения на огромном закрытом полигоне площадью 1200 квадратных метров. Множество сценариев для каждой игры интересно будет и взрослым, и детям. А до 31 декабря – все игры по специальной предновогодней цене – по 300 рублей с человека за час. Полигон клуба «Портал» находится в черте города. Вот схема проезда. Записывайтесь по телефону, вступайте в группу ВКонтакте и сделайте свой отдых по-настоящему захватывающим. Александра Зеленина, Новости на ТНТ. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости на ТНТ». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news.ru или по телефону 26 28 17. И это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. В студии был Андрей Фадеев. Всего доброго и спасибо, что были с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова